Всем привет! Привет, друзья! Да, это подкаст Базовый Блог. Мы с Иваном отошли в тихий уголок на конференции TerraCrypto, чтобы записать для вас немножко информации. Недавно нас позвали на конференцию по майнингу, которая называется TerraCrypto, как я уже сказал. Майнинг — это что-то, что мы крайне мало освещаем в подкасте Базовый Блог в последнее время. Я бы сказал, в последний год очень мало про майнинг. И мы вынуждены признаться, что мы, конечно, отстали. И поэтому решили сходить. И вчера я сел готовиться к конференции, сел изучать спикеров, адженду и понял, что, да, мы, похоже, очень плохо представляем, что болит у майнеров, что их тревожит, какие у них проблемы, зачем они вообще этим занимаются. Как ни странно, майнеры занимаются этим вообще не ради криптоанархизма, они занимаются этим потому, что это просто приносит деньги. Самое смешное, что мы, когда готовили потенциальные вопросы, которые нам было бы интересно осветить, один из вопросов был, могут ли майнеры влиять на транзакции. Так вот, оказывается, их это вообще не волнует до уровня транзакций. Слово транзакция, мне кажется, здесь не было сказано ни разу. Людей волнует хешрейт, сколько платим за киловатт, что там на таможне и так далее. Как купить, как доставить. Как купить, как доставить, где продать, да. Это, в общем, очень смешно. Вань, я думаю, будет нормально, если ты сейчас чуть-чуть расскажешь в целом про, что вообще, как выглядит конференция, потому что ты это снимал. Здесь будет склейка, я думаю. От себя я скажу, что, на удивление, майнинговый бизнес гораздо больше похож на традиционный бизнес, чем то, с чем мы привыкли иметь делать, те проекты, с которыми мы обычно общаемся, они гораздо ближе, ну, не только к идеям криптоанархизма, но и просто к какому-то техническому хардкору, к какому-то глубокому программированию, криптографии, консенсусам. Вот. Здесь же об этом речи не идет. Идет речь, действительно, о том, как, как устроить бизнес так, чтобы он работал и приносил деньги. Соответственно, цены на оборудование, как транспортироваться это оборудование, были в одном докладе совершенно прекрасные и страшные одновременно фотографии сгоревшие целой фермы, потому что там люди по неопытности поставили на путь воздуха, который охлаждает майнеры, они поставили какие-то картонные коробки. Коробки, естественно, нагрелись, воспламенились и огромный трейлер с майнинговым оборудованием сгорел. Вот. В другом видео были кадры того, как к майнерам пришла прокуратура. Вот. Так что, да, здесь особо не идет... Прямо в презентации, ребята, да. Да. Так что, да, здесь не идет речи о, там, цензурировании транзакций, не идет речи о, не знаю, даже, на самом деле, об устойчивости сети, о децентрализации. Особо не разговаривают. Грубо говоря, мы наблюдаем то, к чему, как я понимаю, стремился Сатоши. Создать такие мотивации, чтобы люди просто зарабатывали деньги, обеспечивая безопасность сети, а не думали о том, что они делают это из каких-то высоких идеологических соображений. Действительно, вот, видимо, так это работает. Можно рассуждать о том, что майнеры будут делать, конечно, если к ним придут люди с деньгами и с конкретным запросом цензурированные транзакции. Но, я думаю, этот вопрос здесь задавать было бы бессмысленно. Да, тут до такого уровня детализации действительно не опускаются. То есть тут скорее вопрос о том, как сделать, чтобы, если у тебя ASIC встал, чтобы там это быстро затектировать, чтобы сотрудник быстро заново запустил, как сделать, чтобы, если у тебя там, ну, абсолютно какие-то технические проблемы. Да, еще есть проблемы с софтом, потому что, чтобы у тебя бизнес хорошо работает, тебе нужно понимать, сколько денег он тратит, сколько денег он приносит. Ну, сколько тратит, посчитать нетрудно. Знаешь цену на электричество, знаешь цену оборудования, знаешь там еще какие-то свои издержки, вот. А сколько приносит, посчитать гораздо сложнее, потому что, например, была обозначена такая проблема, когда ты подсоединяешься к майнинговому пулу, он заявляет один хешрейт, а на деле может владеть совершенно другим. И таким образом ты, соответственно, подключая свой хешрейт к этому пулу, ожидаешь одного результата, там выраженного в количестве, получаемых к тобой в день в биткоине, а получаешь совершенно другой. Да, еще мы здесь, конечно, говорим о том, что вообще майнят люди. И, как я понимаю, вот именно то комьюнити, которое сосредоточено на этой конференции, оно в первую очередь все-таки майнит биткоин, а все остальное только постольку поскольку. То есть говорят о том, что да, вот, выгодно еще в некоторых случаях майнить вот эти альткоины, но там была диаграммка, и там, по-моему, 70% майнинга вот конкретно того спикера как хотелось именно на биткоина. Еще интересная тоже проблема, о которой я вот никогда не думал, это то, что перед майнерами стоит большая проблема, куда девать на майнинг, как это правильно продавать, как это правильно фиксировать в воде фиата белясь. И тоже большая проблема, то есть технически, ну, то есть для настоящих мясных людей, которые живут в России с российскими законами, с блокировкой счетов и во всем таком, это очень сложная задача. Это не технически сложная задача, а просто по-человечески сложная, вот. И тоже, в общем-то, нерешенная, вот. Дивно новый мир, ребята, дивно новый мир. Да, и самое интересное, что здесь люди, конечно, разговаривают даже на другом языке и в других терминах, чем мы привыкли там, ну, со стороны, там, SmartDeck of Security, блокчейн-проекты или со стороны базового блока, там, блокчейн-проекты в целом, там, со стороны более технических, вот. Здесь люди и говорят, и думают в других терминах, и поэтому даже, когда мы задавали некоторые вопросы, мы не встречали закономерное непонимание. Мне даже интересно было бы отметить здесь тот момент, что это даже вызывает какую-то симпатию, если честно. То есть у этого есть плюс и минус, очевидный минус – это то, что в этой сфере, как и в любом рискованном бизнесе с высоким возвратом инвестиций, здесь очень много людей, которые лично у меня, как у интеллигентного человека, вызывают некоторые опасения, то есть они выглядят максимально брутально, ощущение, что человек может сломать милицо очень легко, и там, у него менты куплены, и все нормально, вот. Ну, таких людей, в общем-то, скорее всего, здесь сколько-то есть, вот. При этом, с другой стороны, разумеется, это не все, как и везде. И эти люди действительно делают бизнес, они действительно делают, что-то производят для нас с вами. И здесь уже мы, романтики, криптоанархисты, децентрализаторы, можем поверх их труда тихого, можем что-то делать. Ну, вообще, для меня это, конечно, очень интересно, потому что после того, как я съездил на несколько конференций там в США, в Берлин, еще, ну, куда ездил, там очень часто какой-то такой романтизм, настолько далекий от реалий, что, ну, немножко зубы сводит от этого. Вот, здесь же, наоборот, абсолютно приземленный такой хардкор. Люди парятся с таможней, со счетами, с накладными, с ворующими сотрудниками и всем-всем, чем можно. Да, да. И это, на самом деле, даже вдохновляет, потому что это показывает нам, что у криптоиндустрии есть не только там вот эта вот романтика и какие-то мечтания о единорогах, но вот как минимум вот эта вот часть, она очень такая у земли прикладная, там, привязана к каким-то физическим активам, то есть можно, пронаблюдав это, проникнуться ощущением, что нет, это все не единороги и не мечты, а это вот уже здесь. Люди зарабатывают деньги, покупая физическое оборудование, настраивая его, запуская. Это уже понятная работающая индустрия. Да, да. Здесь тоже есть такие нотки романтики. Я бы сказал, такой немножко казенной романтики. Вот есть слова цифровизация, новая эра. Ну, там, очевидно, люди работают в этих рабочих комитетах при Госдуме. Вот, тем не менее, ну, все равно это интересно, это очень интересно. Да, ну и к регулятору, конечно же, у многих есть вопросы, потому что люди вроде как занимаются понятным бизнесом, никого не обманывают, и они хотят свои деньги по-белому выводить. Вот, но пока что, насколько мы поняли, такой возможности нет не только в России, а вот полностью по-белому, красиво по закону это сделать, ее нет особо нигде. Вот, и это, конечно, большое отставание регулятора от индустрии, с которым вот в том числе те люди, которые здесь, пытаются в меру своих сил бороться. Там вносят какие-то предложения в соответствующие комитеты и так далее. Я думаю, на этом у нас заканчивается что-то, что мы можем быстро сформулировать всеми уставшими головами, поэтому, наверное, мы можем попрощаться. С вами был подкаст «Базовый блог», Иван, Александр, мы работаем в Smartback. Я хотел сказать спасибо, огромное спасибо организаторам этой конференции за то, что они нас пригласили, дали возможность повстречаться с таким огромным количеством интересных людей. Ребят, большое спасибо, зовите еще. Да, погрузиться в тему майнинга, вообще понять, что сейчас здесь происходит. Да, пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok